В Чувашии могут появиться два новых производства. На одном займутся глубокой переработкой зерна пшеницы, на другом планируют делать мебель для ванных комнат. Перспективы дальнейшего взаимодействия глава республики Олег Николаев обсудил с представителями компаний «Росагролизинг» и «Дрея». Производство специальных продуктов из пшеницы – один из предполагаемых совместно с компанией «Росагролизинг» проектов. Из этой культуры можно вырабатывать молочную кислоту, она-то и нужна для производства биоразлагаемого пластика. Из пшеницы можно получить и глютен, который очень популярен в плане экспорта. На предприятии «Химпром» уже задумываются об этом. Как я уже говорил, мировой тренд, с одной стороны, идет в пользу отказа от животного белка в растительный белок, а, как ни странно, растительный белок как раз наберется из пшеницы. Соответственно, все не просто в тренде, а находится в мировом. То есть сегодня не только биоразлагаемая продукция востребована и упаковка. А вот здесь, вы видите, мы еще хотим сделать пилот. Это по производству волокон из ПЛИ продукции. Еще одна перспектива – строительство завода для производства мебели для ванных комнат. Реализацию этого инвестиционного проекта глава республики обсудил на встрече с представителями компании по производству санитарной керамики «Дрея». Компания владеет собственной конструкторской базой и каждый год запускает новый модельный ряд умывальников с различным дизайном. Я бы хотел договориться и сделать вот такие условия, чтобы было за все годы. Потому что я не какой-то бандит, я человек, который любит что-то сделать, что главное для людей, которые будут на заводе работать. Правительство республики готово поддержать интересные идеи. Тем более в регионе уже есть площадки с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса. В планах создания новых индустриальных панков есть у нас и действующие индустриальные парки, их три. Есть желание создать и частные технопарки. Мы просто понимая, что мы имеем, мы можем очень быстро скомбинировать эти опции и подстроить соответственно эти все формы поддержки и ресурсы под конкретный проект. Это позволит снизить издержки инвестора и ускорить реализацию проекта. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова